Казахстан Здравствуйте, меня зовут Динара Акалжанова. В эфире программа «Проект закона». Волнующий всех вопрос. На кого эта амнистия не распространяется? Это террористы, экстремисты, педофилы, убийцы, наркозбытчики, осужденные за изнасилование, за пытки, рецидивисты, лишенные свободы пожизненно, совершившие преступных группах и так далее. Еще раз хочу заострить ваше внимание. Ни один заключенный не выйдет из колонии, если он отбывает наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление. Первый вопрос, который задали депутаты, касался возможного роста преступности. По данным правовой статистики, нередко, выйдя на свободу, человек вновь приступает к закону и возвращается в колонию. Опасения депутатов представители Фемиды не разделяют. У нас нет опасений об ухудшении криминогенной ситуации в результате принятия этого закона. Можилисмены отметили, что впервые будут амнистированы люди предпенсионного возраста, а также отцы-одиночки. Шанс на исправление и новую жизнь на свободе получат женщины, которые воспитывают детей инвалидов, вдовы военных, погибших при исполнении долга, а также подростки. Амнистия – это тоже своеобразный социальный лифт для ребят, впервые оступившихся в своей жизни и уже понесших за это наказание. Но ставит на ноги человека дом, семья, общество, а не тюрьма. И поэтому пусть этот закон, с одной стороны, будет уроком, а с другой стороны – путевкой в новую жизнь для этих ребят. Постановление принято единогласно. Этот законопроект актуален, поэтому он своевременен, поэтому он очень важен. Законотворцев волновал самый острый вопрос – не будут ли злоупотреблять всеобщим помилованием. На это у главы надзорного органа был четкий ответ – амнистия продумана, и все, кого она коснется, будут под контролем органов пробации. Кроме того, даже если человек совершил тяжкое преступление, пока он не погасил ущерб потерпевшим или государству, прощения не будет. Я хотел сказать про ущерб. Это хороший стимул для того, чтобы осужденные, заключенные стали возвещать ущерб. У нас сегодня в колониях сидят 3000 осужденных, которые имеют долг перед потерпевшими, перед государством – 70 миллиардов. Амнистию будут проводить суд и органы следствия. Глава надзорного органа особо подчеркнул один важный нюанс. Амнистии подлежат подозреваемые, которые находятся под следствием. Если они согласятся на помилование, это будет означать «виновен» и получение статуса осужденного. Депутаты, в свою очередь, переживали за судьбу водителей, которые по неосторожности совершили ДТП со смертельным исходом. Генеральный прокурор обозначил, если по неосторожности при аварии погиб один человек, водитель будет прощен. Когда жертв больше двух, амнистия запрещена. Стоит отметить, что гуманный законопроект – это не только свобода, но и реабилитация осужденных. Для них предусмотрены социальные рабочие места. Это когда 35% заработной платы обеспечивает государство, а остальное – работодатель. Кроме того, освободившиеся из колонии зачастую нуждаются в медицинской помощи, временном жилье. Решить эти проблемы обещает Министерство здравоохранения и социального развития. Глава ведомства Тамара Дюсенова заверила депутатов, что после амнистии число безработных расти не будет. Это была программа «Проект закона» на телеканале Хабар-24.